Многие уверены в том, что собака лучший друг человека. Но такое мнение кардинально меняется, когда человек знакомится с американским керлом. Эта кошка не просто компаньон, она преданный друг. Очень нежна со своим хозяином, внимательна и заботлива, как бы странно это ни звучало. Чем покорили сердца многих людей эти кошки, смотрите прямо сейчас. Керл переводится с английского «завиток». В русском языке звучит керл, но в английском языке произношение несколько иное. Американские керлы появились в 1986 году. Это относительно молодая порода. Ее первые представители появились в Америке. Именно там она и была зарегистрирована впервые. Именно там появились первые котята. И именно там начиналось становление и развитие породы. Сейчас американские керлы признаны во всех филинологических организациях мира. И, к сожалению, не очень популярные, очень сложная порода в разведении. Необычная внешность кошки очень понравилась американцам, и они принялись за ее усовершенствование. В результате творческого процесса ученых появились разнообразные окрасы и различная длина шерсти. Породы любят во многих странах мира. В Беларуси первые кошечки с загнутыми ушками появились в 2005 году. Несмотря на их милую внешность, идеальный характер и несложный уход, порода считается достаточно редкой. Но те, кто однажды познакомился с ней, понимают, что керлы оставили в их сердце неизгладимый след. На выставках до сих пор спрашивают, сами ли мы заворачиваем эти ушки. Нет, не сами. Это все от природы. Керлов никогда ни с кем не перепутаешь. Они обладают совершенно замечательным темпераментом. Но если вы хотите выбрать керла, будьте готовы к тому, что это достаточно активная порода. Это кошка не просто украшение дома, это такой дух дома, который всегда будет присутствовать рядом с вами. Американский керл – бескорыстный помощник в любом деле. Он привязывается к своему хозяину и нуждается во внимании. Животные пытаются помочь даже в тех делах, которые сложно поручить обычной кошке. При готовлении еды, стирка, уборка – керлы стараются быть максимально полезными. Американские керлы совершенно удивительные кошки. У них прекрасный темперамент, они добрые, нежные, ласковые. Они очень чувственные, очень любят, когда на них обращают внимание. Сами всегда идут на контакт. Это не просто кошка, которую вы будете замечать по исчезающему корму дома. Они принимают участие во всех домашних делах, им все интересно. Готовка, уборка – это все для них, им все это нравится, им все хорошо. Очень любят детей, хорошо с ними общаются. У них отсутствует напрочь агрессия. Нет у них такого, что обиделся даже и пошел куда-то в угол. Нет, ничего подобного. Ну да, что-то не получилось, но бывает. Ничего, значит, будем общаться дальше. Налаживают новые отношения. Эти питомцы отлично чувствуют настроение любимого хозяина. Если он не хочет общаться, кот или кошка не будут лезть навязчиво на руки, но и не уйдут, просто сядут рядом. Они активны всю жизнь. Не надейтесь на то, что в возрасте 5 лет они превратятся в диванную подушку. Керлы очень гостеприимны, любят новые знакомства, легко идут на контакт, свободно общаются с гостями и другими питомцами. Керлы очень дружелюбная порода и отлично уживаются с другими представителями флоры и фауны. И с собаками, и с кошками других пород. Естественно, они устанавливают какую-то иерархию. Но, как правило, это проходит достаточно безболезненно, как для них самих, так и для других. Девочки американских керлов весят до 5 килограмм, мальчики – чуть больше, до 7. Типичный представитель породы средних размеров, изящный и гибкий, с мягкими круглыми лапками. Кленовидная мордочка, выразительные умные глазки в виде грецкого ореха, чуть вытянутого в ширину. Из-за их слегка косоватого расположения выражение приобретает легкий оттенок хитринки. Уход за этими кошками несложен. Уши американского керла требуют дополнительного ухода, в отличие от кошек с обычными ушками. Обязательно нужно следить за ушами, по мере необходимости их чистить. Как правило, это один раз в две недели. Если уши хорошие, в основании широкие, то раз в месяц. Шерсть тоже требует ухода. Особенно, к сожалению, в отопительный период они начинают больше линять. Ну и хотя бы вычесывать раз в неделю нужно. Американский керл отличается хорошим здоровьем, прекрасной генетикой и стойким иммунитетом. Единственное, на что следует обратить внимание, так это на его вес. Домашние питомцы часто страдают ожирением из-за того, что большие любители покушать. Если ваше сердце покорило эта порода, и вы решили, что обязательно хотите себе такого друга, то приготовиться к появлению в доме котенка нужно заранее. Из-за того, что порода редкая и питомников очень мало, котят может не быть. Так что будьте готовы к тому, что придется подождать. Котенок переезжает в новый дом в возрасте с 3 до 4 месяцев. Вам обязательно нужно подготовить корм. Спросите у своего заводчика, каким кормом питается котенок. Туалет и наполнитель. Тоже уточните. Будьте очень аккуратны с окнами, с проводами и с мелкими предметами, такие как пуговицы, например. Американский керл идеально подходит для дружной семьи с детьми. Они как будто заранее читают мысли своего хозяина и без лишних объяснений делают именно то, что от них требуется. Это прекрасный компонент, который принесет радость, тепло и заботу в ваш дом. Редактор субтитров А.Семкин